Какие ветки можно давать крысам? Ой, провод уберем, чтобы было красивенько. Смотрите, этот маленький малышок своровал ветку смородины. Мигелька. Это у меня, наверное, яблоня во вкусняшке. Обвернута, посыпана вкусняшкой. А это корень одуванчика. Я все это покупала в зоомагазине. Также можно давать... Сейчас я Мигелю буду снимать, чтобы было красивенько. Я вам скажу, что можно. Видите, он грызет. Можно давать ветки яблони, груши, айвы, смородины, ирги. Я, правда, не знаю, что это за такие ветки, что это за растение или дерево. Черноплодная рябина. Потом можно давать из диких орешник, ива, береза, осина, липа, рябина и дуб. Ой, так вот это мы пасли. Все, не стал? Не стал, Мигеля? Они в основном эти ветки не едят, а просто разгрызают, как, знаете, зубки поточить. Мой малышок. А что-то нибудь еще будешь, Мигеля? Смотри, что у меня тут еще есть палочка такая. Я им, когда клетку меняю, в клетку кладу. Видите, у них вкусняшка отгрыз и грызет. Вот такие веточки можно купить в зоомагазине. А если вы, например, нарвали там смородину веточки или там березу с улицы... Ну, Мигеля, ну-ка, давай его сюда. Вот. С улицы, то нужно обязательно ветки обрабатывать в кипятке. Обработали 2-3 минуты, залили, и ветку нужно высушить. Либо на солнышке высушить, либо можно феном посушить, если вам не терпится дать. Чтобы веточки были сухие. Ой, воришка, ой, воришка. Вот ты же не стал. Вот больше всего они предпочитают смородину. Я вот березу им срывала, береза им не зашла. Не знаю почему, и фокус не берется, блин. Малышня, я не успеваю за тобой. Возвращайся. Мигеля, возвращайся. А дядюшка Лу там в клеточке что-то точит. Уйди, моя бусинка. Давай, сейчас я с тобой подержусь. Вот, березку они у меня не стали. Больше никаких других веточек я им не давала. А дуванчики тоже я не срывала, не давала, потому что, ну, как-то стрёмно давать. Там ходят собаки, писают, какают. Даже если в кипятке обработать, ну, мне кажется, это небезопасно. Не хочу, чтобы мои малыши заразились какими-нибудь глистами. Ой-ой-ой, зубики-бобики. Как ваши машинные дела? Как ваши машинные дела? Ой-ой, психопат маленький. Ой, психопат маленький. Смотрите, какой он уже огромный, Мигель. Ты огромная мышь. Огромный крыс, точнее. Мигель Игрушевич, Игрунович. Вот, также они могут иногда погрызть корень одуванчика, но они его не едят ничего, просто грызут. Как вы только что могли увидеть, что Мигель своровал, утащил, немножко погрыз и бросил. Не особо им это интересно. Вот, что можно я рассказала. Повторю еще разочек. У меня тут список, я сейчас по списку, а то не могу запомнить. Яблоня, груша, айва, смородина, ирга, черноплодная рябина, орешник, ива, береза, осина, липа, рябина, дуб, веточки. Вот, это можно крысюканам давать. Мигеля, надеюсь, вам было полезно посолушить. Убежал маленькая жопа, убежала. И убежала, вот жопа. Спасибо, что были на канале и смотрели. Обязательно ставьте лайки, мне очень приятно, ребят, правда. Всех люблю, пока.